Всем привет! С вами ТОП ДОТА и наконец-то это новый видос. В этот раз я вам расскажу про Чена из 2004 года, то есть из старой доты и расскажу в чём же он был просто нереально хорош. Поехали! Думаю вы на моём канале уже видели ролики с посылками из магазина сувениров Аман Маркет. В нём вы можете купить себе кружку чтоб пить чаёк, фигурки по доте чтоб возле Моника поставить, повесить на ключи ДК хук и накупить ещё много разных крутых штук. Если хотите показать друзьям кто здесь главный дотер, то заказывайте себе такие же ништяки с бесплатной доставкой по ссылке в описании, кстати там сейчас идёт жёсткая распродажа. Ну и так же напоминаю, что если вы нажмёте прямо сейчас на лайк и подпишитесь на канал, то у вас будет всё очень классно в этом 2017 году. Ну и давайте посмотрим на старого или же наоборот на молодого Чена, ведь 13 лет назад, а именно тогда был 2004 год, Чен был моложе и красивее. Как минимум на 13 лет. В первой доте он предстаёт перед нами в образе зелёного орка, верхом на каком-то непонятном звере, но нам конечно же намного более интересно то, как же он нагибает. И первый его скилл надо сказать довольно странный, либо же мои знания английского довольно херовасты. Что кстати вполне возможно. В общем написано, что скилл замедляет скорость врага на определённый коэффициент от 2 на первом левеле и до 7 на последнем. Честно, я не особо понял, как именно это работает, но знать нам надо одно – на практике слоу идёт просто бешеный, даже на старте. Боюсь представить, что там дальше, можете посмотреть сами. Ну и как вы понимаете, в комбе с другими способностями героя и с тиммейтами врага отпустить не получится просто никак. Кстати, если вы шарите, как правильно работает этот скилл, то пожалуйста напишите в комментах, потому что мне это очень даже интересно. И следующий скилл героя – это Холли Лайт. Скилл делает то, что вам нужно именно в данный момент. Хотите – хилите союзника на 600 единиц, а хотите – дамажите врага на 300-ки. И всё вы делаете одним и тем же скиллом. КД у него кстати не огромный, а показатели та ещё жесть. Особенно хил на 600, смотрится очень даже солидно. Однако самый жёсткий минус этого скилла в том, что вы им похилить не можете самого себя, поэтому нагибать ботов в одиночку не получится, хотя мне это очень даже хотелось. Но зато, если бы вы играли в том самом 2004-ом, да ещё и в связочке с другом, то вы бы всех жёстко овнили. Что-что, а хилл на 600 единиц – это грозно, и друга с таким скиллом можно спасти, можно сказать, из любой задницы. А скилл под номером 3 вас сейчас не слабо удивит. Возможно вы здесь ожидали увидеть то самое приручение юнитов, возможно что-то саппортское, но нас ждут криты. Да, пассивка на долбаные криты. У Чена. 2004-ый – это походу год лютых экспериментов геймдизайна. Ну и надо заметить, что криты здесь не самые слабые. На последнем уровне прокачки пассивка утраивает наш урон в 15% случаев. То есть Айсфрок подразумевал, что мы реально будем собирать этого Чечена в Кере. И скажу больше, многие ведь и правда так делали. Возможно даже вполне успешно. Потому что я не могу понять зачем криты саппорту. Только керри, только дезолятор и только хардкор. Ну и наконец-то перейдём к долгожданному ультимейту. Что это здесь такое и насколько оно имбово? А здесь это всё тоже приручение крипа, которое у нас доступно с первых лвлов. Но здесь есть один нюанс. В нашей дотке мы можем приручить, если не ошибаюсь, всего 4 крипа. Ну а здесь же 12. То есть армия у нас будет в 3 раза больше. Жаль только, что пальцев в 3 раза больше не станет. Потому что контролить всё это дело в реальной игре это надо быть психом. Особенно учитывая, что в 2004 году дотка только недавно появилась и даже нынешние про-плееры тогда были теми ещё нубами. Я же лично не пробовал всё это контролить, но думаю, что когда у тебя в распоряжении 12 юнитов, можно просто рейдкликнуть в сторону трона и наслаждаться победой. Потому что это целая долбанная армия, которую хрен остановишь. Ну и на этом всё. Пишите как вам такой вот странный старый Чен, как по-вашему он нагибал, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лукасы и т.д. Завтра постараюсь выпустить для вас новый видос, надеюсь вы оцените. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok